Уникальный корабль, который сочетал в себе черты линкора и крейсера. Немецкий крейсер 5 уровня Крафт Шпи. Сегодня на канале Бэттлшип. Для начала хотел бы поблагодарить Сергея под ником Leon8211. Именно он дал мне свой аккаунт, тем самым помог мне при создании этого видео. Спасибо тебе большое, дружище. Итак, поехали. Крафт Шпи в германских ВМС официально классифицировался как броненосец. Был вооружен орудиями с калибром 283 мм. И по артиллерийской мощи превосходил любой как легкий, так и тяжелый крейсер своего времени. Лишь немного уступая им скорости. Сколько раз встречался с этим крейсером в сражениях, никак не мог понять, что это такое играет против меня. И вот решил тоже его опробовать. И знаете, этот крейсер очень даже неплох. Благодаря его орудиям вы можете наносить значительные уроны и крейсерам, и линкорам. Да, смущает наличие орудийных башен. Их всего две. Одна в носовой части и одна в кормовой. И часто приходится подставлять свой драгоценный борт для того, чтобы сделать полный залп. Но благодаря своей броне, графшпи держит удар. Пробить его не так уж просто. Я нашел три минуса у этого корабля. Это наличие всего двух пажен орудий главного калибра, время перезарядки главного калибра и скорость этого крейсера. Давайте рассмотрим его подробнее. И я посоветую вам, как правильно настроить этот крейсер для боя. На первый мод можете установить как систему наведения, так и мод орудия главного калибра. Разница в перезарядке будет составлять одну секунду. Зато башни будут вертеться намного быстрее. Но я выбираю мод системы наведения. Преимущество, который он дает, мне нравится больше. Да и башни все так же крутятся с нормальной скоростью. На второй мод ставим рулевые машины. Маневренность на крейсерах – важный тактический ход в бою. В оснащении вас ожидает приятный набор, как для крейсера пятого уровня. Сонар обнаруживает корабли на расстоянии в 5,2 километра. Это самый лучший показатель, и в этом плане Графшпи превосходит своих одноклассников по поиску кораблей на один километр. Также есть самолет и, внимание, ремонтная команда. Очень приятный бонус, и это делает Графшпи уникальным кораблем на пятом уровне. Переходим во вкладку ТТХ. Боеспособность составляет 39400. Это самый лучший показатель на пятом уровне среди крейсеров. Для сравнения, ближайший конкурент – это американский крейсер Пенсакола, у которого боеспособность составляет 32700, то есть разница ощутимая. Бронирование – до 170 миллиметров. Тоже самый высокий показатель на этом уровне. Противоторпедная защита – 22%. В общем, в бронировании и живучести у Графшпи нету конкурентов на пятом уровне среди крейсеров. Артиллерия. Чтобы не перечислять все ТТХ, которые вы и так видите, я скажу в общем и в целом. У него очень мощный калибр, хорошая дальность стрельбы и чудовищный урон бронебойных снарядов по сравнению с остальными крейсерами пятого уровня. Плюс к этому имеет отличное ПМК, что стало уже традицией для немецких кораблей. Единственный минус – это время перезарядки, которое составляет 20 секунд, но с помощью перков командира можно сократить на пару секунд дальнейшем. Графшпи имеет на своем борту два четырехтрубных аппарата с максимальным уроном в 13700 и дальностью хода в 8 километров. Можно доставить много проблем вражеским кораблям. Если говорить о маневренности, то тут явный минус – это скорость хода. Тут Графшпи уступает всем крейсерам пятого уровня, разве что в циркуляции, он не самый последний. По маскировке особо выделить нечего – стандартные ТТХ. Теперь поговорим о командирах на этот крейсер. Существует два профильных командира – это Гюнтер Лютенс, который повысит живучесть, скорость и маневренность вашего крейсера, и Карл фон Мюллер. Данный командир повысит боевую мощь вашего крейсера. И именно его я советую назначить на Графшпи. Благодаря его перкам Графшпи станет еще более мощным по орудиям. И будет наносить сокрушительные уроны. На вдохновление я поставил Нормана Скотта. И если у вас открыт второй слот, то советую назначить в подружки Японца и Сороко Ямамото. Теперь давайте подводить итоги и смотреть кадры боев этого крейсера. Играя на Графшпи, вы можете позволить себе многое – от танкования до стрельбы на расстоянии. Этот крейсер способен пройти любые испытания. Благодаря своему бронированию и наличию торпед, вы можете с легкостью отправить фражеский линкор на дно. Крейсера будут тоже хорошо пробиваться, а вот им уже будет сложно с вас выбить цитадель. ПМК тоже радуют и стреляют очень хорошо. Повторюсь еще раз, что бронирование у этого крейсера очень достойное. Вы не будете ваншотиться, как обычно это происходит с крейсерами. В этом моменте я чего-то психанул и полез вперед. Но посмотрите, что может этот крейсер в режиме танка. Его ПМК бьют точно, броня терпит множество попаданий, а с крейсеров я одним орудием выбиваю сокрушительные уроны. А теперь представьте, если вы шмальнете в борт крейсера сразу двумя орудиями. Мне очень понравилось играть на этом крейсере. Подводя итоги, из плюсов выделяем. Мощные орудия, хорошая броня, отличная живучесть и неплохая маневренность. Минуса – это время перезарядки главного калибра, небольшая скорость крейсера и наличие всего двух орудий, из-за чего для полного залпа приходится подставлять борт. Но броня спасает от выбивания цитадели. Впрочем, не всегда. И на этом у меня все. Друзья, спасибо, что смотрите наш канал и подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Также не забывайте поражать Лукас за мои старания и щелкнуть на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео и стримы. На связи был канал Battleship. Всем удачных морских сражений, командиры!